всем привет вы на канале мото санчо сегодня у нас 9 мая и хоть вы увидите это видео немного позже все равно я хочу всех поздравить с этим замечательным праздником с днем победы вас друзья а какие же у нас на сегодня планы ну во-первых праздник день отдыха поэтому я решил вечерком выехать немного на урале покататься но прежде чем куда-то на нем ехать как вы помните я собирался поменять главный топливный жиклер находится этот жиклер в поплавковой камере карбюратора вот под этой заглушкой и если бы карбюратор стоял другой стороной то не было бы необходимости даже его с мотоцикла снимать ну а так придется немного повозиться ну и когда карбюратор снят откручиваем заглушку поплавковой камеры перед этим желательно все топливо из карбюратора слить и аккуратно отверткой находим грани главного топливного жиклера попали и выкручиваем его есть что мы в итоге имеем вот жиклер который был установлен сейчас он имеет маркировку 240 и расход на нем мне совсем не понравился 8,3 литра вот жиклер чик с маркировкой 225 на котором я ездил прошлым летом и расход составлял где-то 5 и 2 опять с половиной литров на сотню и еще один жиклер я нашел у себя в запасах с маркировкой 210 он самый маленький поскольку время на эксперименты у меня еще есть именно его я и собираюсь сейчас попробовать установить на мотоцикл что же это вообще за цифры такие на жиклерах и почему они именно такие многие ошибочно думают что это диаметр пропускного сечения жиклера в сотых или тысячных долях миллиметра но на самом деле все гораздо сложнее цифрой на жиклёре обозначается количество кубических сантиметров воды протекающих через пропускное отверстие жиклера за одну минуту при температуре 20 градусов цельсия при давлении столба воды высотой 1 метр все просто то есть фактически чем меньше цифра на жиклёре тем меньше его пропускная способность беднее смесь и меньше расход давайте попробуем установить 210 карбюратор я на место поставил давайте теперь откроем топливный кран подождем пока топливо наполнит поплавковую камеру и попробуем наш двигатель завести ну что мотоцикл у нас заводится и работает а уж как он будет ехать и какой у него теперь расход мы проверим сегодня на трассе ну а теперь пожалуй отвечу на вопрос который мне в последнее время часто задают по поводу моего переднего крыла крыло это мне досталось вместе с баком от мотоцикла м62 мне очень нравится что она глубокая длинная и отлично защищает двигатель от воды и грязи изначально она крепилась так же как и все стандартные ураловские крылья сверху на шпильках верхней траверсы и внизу на кронштейны защитных кожухов перьев вилки как видите кожуха я обрезал от них отрезал кронштейны они нам потом пригодятся из самого крыла срезал вот эти вот уши на которых она висела здесь конечно немножко пришлось подмазать шпаклевкой покрасить а кронштейны отрезанные от защитных кожухов я приварил к хомутам выхлопной системы автомобиля вас вот собственно сам вазовский хомут глушителя даже с родными болтами я их установил а под ним вот он кронштейн который я отрезал от защитного кожуха пера вместо которого у меня установлены сейчас резиновые гофры которые кстати начали трескаться ну или старость или это зима их подвела этой зимой все резинки на мотоцикле потрескались неужели столько химии сейчас на дороге что резина просто не выдерживает кошмар какой-то ну да ладно этот кронштейн хомуту приварен сваркой сверху и снизу а крыло к нему крепится двумя болтами система достаточно надежная крыло не болтается не съезжает так что принимайте опыт ну что ребят у нас все готово к выезду немного смущают тучи на горизонте возможно будет сегодня дождик но мы все равно поедем покатаемся сегодня компанию мне будет составлять танюшка моя жена кто не знает знакомьтесь ну и поехали как всегда начнем заправки кто-то наверное скажет зачем ты ведь в прошлом видео в самом конце заправился до полного бака но сегодня 5 литров я слил из урала и залил в бак голдвинга просто чтобы в голдвинге был свежий хороший бензин поэтому поехали заправляться здравствуйте я сам налил до 92 до полного заливаю как в прошлый раз под самый верх чтобы потом было легче ориентироваться когда будем наполнять бак вечером засекать расход так ну что не забываем обнулить одометр все мы готовы поехали мы отъехали от заправки километров 12 я решил остановиться посмотреть на степень нагрева двигателя все таки жиклер объективно маленький возможно сейчас будут перегревы но фактически нет даже не шипит значит с нагревом все нормально пока карбюратор был холодный мотоцикл почихивал я на ходу винтом качество попробовал подловить момент в котором он меньше чихает ну и вроде как едем куда нам и кашевич и думаю да но далеко в общем удалось найти момент в котором мотоцикл более-менее нормально разгоняется конечно динамики такой нет но ой блин вы смотрите сколько мошек сколько налетело этих тварей сразу на горячий мотоцикл это кошмар какой-то надо ехать скорее собственно чё стоим погнали а впереди у нас тучи и меня преследует навязчивое впечатление что мы снова едем в орбит уже очень погода похоже мы остановились немножко одеться въехали под тучи сразу стало прохладнее поэтому будем утепляться я готов танюшка тоже готова поехали мы приехали в кафе на трассе как видите впереди сплошная стена дождя черные тучи дорога здесь уже мокрая здесь этот дождь уже прошел я так понимаю его просто протягивает справа налево посидим сейчас попьем чаю подождем пока эти тучи протянет и тогда уже будем решать куда нам дальше собственно ехать это ребят прям гроза слышно гремит гром вон они косые струи дождя после прошлогодней поездки на урал мы о дожде знаем все но сегодня у нас нет острой необходимости куда-то спешить мокнуть под дождем поэтому мы сидим в кафе пьем кофе ну подождем пока дорога подсохнет потом поедем куда еще не решили дождик все-таки пошел и у нас хоть мы от него и спрятались вон если посмотрите на лужи то видно по ним шлепают капли урал стоит под дождем мокнет хорошо что тент на коляске есть что можно сказать о работе мотоцикла после замены жиклера ну во первых динамика стала чуть-чуть похуже он более тупо разгоняется максималка в принципе такая же крейсерскую 80 он нормально по трассе держит ну и не перегревается что радует осталось узнать какой же будет финальный расход ну что дождик вроде как закончился впереди конечно все черное но мы планируем сейчас переехать мост через днепр и уйти направо в город речица там вроде как уже просветы и там нас ждет артем поехали как видите в дождь мы все-таки попали черная страшная туча осталась позади и я хочу еще раз сказать спасибо моему подписчику александру который подарил мне эти замечательные щитки благодаря им у меня абсолютно сухие ноги вот здесь вот сверху пара капель буквально упала и все хотя дождь был хороший капли падали крупные такие ну недолго но все-таки мы его зацепили а сейчас мы въезжаем в город речица проедем через центр я остановился прицепить камеру на шлем потому что под дождем ее снимал аквабокс не брал сегодня ну и где артем главное не забыть закрыть топливный кран ну что мы нашли артема он все-таки приехал на машине потому что он сегодня отмечает 9 мая но мы себе взяли чайок ну что посидели в кафе попили чая покормили комаров и сейчас двинем уже сумерки запели соловьи здесь так красиво но мы поедем дальше замерять наш расход уральчик наш за это время абсолютно остыл двигатель холодный смотрим внизу у нас нигде капель масла не появилась потеков нет это уже радует открываем топливный кран где там мои ключи зажигание ну что с какого раза ну что ребят мы добрались до заправки давайте смотреть что же у нас получится ну вот тоже положение что было когда мы выезжали и 6 литров ну уже лучше но все-таки что-то не то ну а теперь давайте смотреть на доме 3 у нас 80 километров пересчитаем это с девятки на восьмерку умножим на один восемнадцать получаем девяносто четыре и четыре а теперь нам необходимо количество топлива которое мы заправили это 613 разделить на девяносто четыре и четыре и умножить на сто шесть с половиной литров расхода ну видимо не только в жиклёре дело что-то еще здесь виновата будем думать ну вот мы уже дома и что тут можно сказать конечно расход в шесть с половиной литров это определенно лучше чем восемь и три как было до этого но мне не дает покоя мысль что прошлым летом ведь было 5 и 2 если размышлять логически то у мотоцикла есть три настраиваемых параметра это карбюратор с которым мы сегодня возились это клапана я не думаю что клапана могут сильно влиять на расход да и по ним было бы слышно что с ними что-то не в порядке и это зажигание и вот зажигание заставляет меня задуматься вполне возможно стоит туда залезть попробовать его переставить мне кажется что двигатель сейчас работает несколько жестко звук у него такой как будто зажигание слишком ранее и это вполне может влиять на расход хотел сказать давайте сейчас разыграем очередной стикер но не могу потому что на данный момент предыдущее видео еще не опубликовано она только выгружается видео было большое пришлось разделить его даже на две части ну собственно вы наверное его уже видели а стикер наверное разыграю завтра или послезавтра чтобы у всех была возможность поучаствовать в розыгрыше оставив свой комментарий как и обещал прошло два дня но поскольку предыдущее видео вышло у нас в двух частях я предлагаю и стикера разыграть тоже два думаю никто из вас против не будет называлось это видео у нас мотор шоу на военном аэродроме и в части 1 побеждает урал 67 36 предложением каждому остановившему меня гаишнику клеить стикер на лоб 10 лайков набрал его коммент и для этого видео это максимум поздравляю а во второй части побеждает филимон филимонов 32 лайка и и коммент про то что он так и не понял про мотоцикл я говорил или про девушек дружище ну конечно про мотоцикл в общем победителей я поздравляю присылайте ваши адреса стикеры я вам отправлю ну а сам пойду засяду за монтаж чтобы завтра утром уже порадовать вас новым видео всем спасибо ребят за просмотр всем счастливо всем пока